доброе утро всем среда приехали на работку сейчас чуть-чуть дошлифуем парапеты я парапеты дошлифую ребята пойдут сюда шлифует окна и все будем уже где-то к объеду углы ставить я пойду наверное вот эти вот обставлять парапеты колонны они вдвоем пойдут окна делать что вдвоем надо одному неудобно один снизу один на лесах должен быть сегодня будем готовить целый день завтра нам тоже пока все углами обставим и послезавтра уже армировать будем если на выходных работать не будем то в понедельник какой думаю все за армируем вторник среду вот эти вот парапетики декорчик положим эти вот через сетку стены за дебелируем все готово будет у часа где-то 12 или 13 дней получится на этом доме нормально вот так домик за 13 дней сделали на том доме меня не было десять дней не здесь 9 дней меня не было я неделю в турции был потом еще два дня после турции отдыхал же думаю довольно быстро троем работаем не четвером чуть-чуть плохо конечно троем по парам не разбиться 4 тяжело найти чтоб как говорится руки с правильного места росли взяли бы в бригаду четвертого но главное чтоб свинница был бы и с руками таких такие уже как говорит сами на себя работают свои бригады вид в чужую бригаду тяжело найти а новенького брать вообще зеленого обучать убежит потом научиться и убежит тоже нет смысла так что вот так здесь хозяева не знали что будет клинкер так расширение не поставили пришлось тут нам вот так сделать доведем откос вот до сюда и оставим потом уже как клинкер будет клеится придется чуть-чуть клинкер подпиливать что под к самому к самому краю раны дошел бы потому что видите иначе завесы если на откос сделали бы с рамой плюс клинкер все двери толком не откроешь завесы мешают что это очень важный момент кто клинкер собирается на доме клеить всегда входные двери не входные там в котельную двери всегда надо ставить расширение потом такой беды не было бы здесь тоже видится сразу рамы вообще очень мало палец еле влазит без профиля без ничего просто заармируем и все уже к клеится будет придется подпиливать и под самый краешек выводить вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, реально верите, что эта вата на откосах поможет от пожара? Не смешите. У нас уже давно так не делают. Откос должен быть заармирован толщиной минимум полсантиметра. Чем толще, тем лучше. А то есть сантиметр. Если армирование в сантиметр прогорит, то уже там никакая вата на откосах не спасет. Ну, это мое мнение. Ну, наверное, не только мое такое мнение, потому что у нас в стране давно уже вату на откосы не делаем. Раньше делали, не спорю. Сейчас вот многоэтажки. Двенадцать этажей, девять этажей. Вот. Вот такие откосы. Никакой ваты. И ничего не горит. И никакие мыши не едят, как ни странно. Двенадцать этажей. Ну вот, вышлифовал колонны, парапеты эти три. Пойду туда шлифовать. Там еще вот этот длинный парапет и за углом. Правда, на крыше еще два кусочка. И у мое есть еще что шлифовать. Здесь так чуть-чуть мне заняло времени. У меня здесь на углах листы были. Немножко неровно стояли. Пена все-таки повыдувала местами. Но ничего, вышлифовал. Все ровненько. Потом, как закончу шлифовать, приду сюда углы ставить. Верхние уголки один поставлю. На темно-шнуры поставлю. Ребята уже пошли практику выставлять. Так называемый стартовый профиль. Надевается между цоколем. Там полосмаска такая. А здесь вот капельник. Засовывается между цоколем и основным полистиролом. Намазываешь тут клеем. И все примазываешь красиво выставляешь. С рейкой плоскость. Получается красивенько, ровненько. Довольно быстро он ставится. Алюминьку давно уже не ставили. Уже сколько лет. Только этот практик используем. Как ставится? Хорошо? Вообще изи-мани, да? Как всегда. Видно, как он заходит. Пластик. Снизу. Видите, щель. Мы как первый ряд клеили. Листы по уровню выставляли лазером отбили. Потому что цоколь. Кто-то клеил. И, конечно же, без лазера. Потом в то место. Ну, как высохнет все. Понапихаем пенопласта и задуем. Что иначе никак нам пришлось поднимать. Чтобы первый ряд выставить ровно. Туа уже не скоро закончат. Недавно начали, скоро закончат. Хватит? Ну, еще есть немного. Нет, наверное. Ух! Ух! Мухи лезут, да? Ух! А не было, вот сейчас только появились. Это я, наверное, по траве прошелся. Их всех разбудил. Вот сюда еще на соединение. Обязательно перед тем, как армировать еще одну сетку, надо поставить. Треснет. Всегда трескает. Без дополнительной сетки. Ну, вот как коллега сделал. Это он, конечно, не выставил, он только приготовил. Третий нож идет сзади, выставляет. Может, кому интересно, какая здесь подбивка будет. Вот сюда ставится такая жесть. Вот сюда снизу жесть, и такой отливчик торчит. А сама эта деталь с таким пазиком в нее будет заходить там, или не знаю, или шалевка деревянная, или пластиковая. И все, вода течет, попадает на эту детальку, стекает. Все, здесь шалевочка. Все очень просто. Вот сюда. взял окошко 1 сейчас на парапете шнур натянул здесь углы езди ставить давно я с капоролом не работал грубый очень стекловолок на гора в нем с другими чуть-чуть чуть-чуть тяжелее с ним работать у ребята из меня это дом армировали так говорят помучились они с ним с этим капоролом как обычно с другими смесями работаем ну конечно попадается и капорольным все зависит от объекта или хозяин материалы заказывать или мы советуем так стараемся его не брать а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Закинуло жестоко углов По шнуру И по уровню Ребята уже углов наставили немало Пока я там с парапетами воюю Ну у меня Дзин остался Вот сюда сейчас Иду Закину Углы сюда Там уже везде закинул И на сегодня, наверное, хватит Коллега подоконники мерит Заказывать будем Померит и все Переодеваться где Хватит на сегодня Так нормально сделали Всякие недоделки пододелали Углов много наставили Откосов много сделали Всем пока, всем до завтра Субтитры сделал DimaTorzok